Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас очень интересный Orient, который, к сожалению, тяжеловато найти в России. Три звезды, Made in Japan, отличная водонепроницаемость, AB0C002B. Модель в стальном корпусе, круглый, с большими плавно вытекающими ушками, корпус у нас полирован, абсолютно зеркальная поверхность сбоку, но при этом верх сатинирован, на ушках также мы видим полированные грани, две грани, вот они, интересная форма, то есть идет не плавно вниз сатинирование, а резкие, скошенные, красиво, необычно, добавляет какой-то брутальности корпусу, хотя на самом деле вид у него классический, головка небольшая с правой стороны, полированный скошенный ран чуть выше, такого же диаметра, визуально отделен, и сверху плоское минеральное стекло в один уровень с рантом, закалено и защищено от царапин, но под стеклом мы видим глубокий черный циферблат, глубокий в плане цвета, сам по себе он залегает, ну кстати на самом деле тоже достаточно глубоко, как мы видим по внешнему ободку, белые поминутные риски, арабские цифры через каждые 5 минут и позолоченные индексы с зеленым светонакопителем, конечно этот цвет выделяется на фоне циферблата, может быть даже кому-то покажется немного нелепым, но вот такая у модели дизайнерская задумка, в районе трех часов также золотая рамка, окошко дня, недели и даты, белый диск отлично выделяется и читается на фоне черного циферблата, и стрелки, стрелки у нас мечеподобные, похожие чем-то на гладиаторские, древнеримские клинки, часовая, минутная, также со светонакопителем и длинная красная секундная с небольшим противовесом, конечно не обошлось и без трех звезд, тот самый логотип, который многие знают еще с детства на черном циферблате, кстати циферблат визуально разделен на две части, внутренний круг, чуть светлее и внешний потемнее, но под этим циферблатом у нас скрывается калибр F49, у него только автоподзавод, то есть часы подзаводятся от движения, здесь у нас 21 камень, 40 часов запас хода, два положения головки у механизма, в первом меняем дату, во втором время, начать лучше с временем, чтобы понять где у нас полночь, где полдень, обратите внимание, уже в 11 часов вечера начинает меняться число, ровно в 12 оно должно перещёлкнуться, да ближе к 12 перещёлкивается, и далее сменяется день недели, здесь два языка, английский и арабский, переходят на арабский уже где-то к трем часам ночи, окончательно сменяется и день недели, после того как мы понимаем где день, день, ночь, выставляем время и дальше переходим к дате, дату меняется в первом положении, по часовой стрелке, день недели, обратите внимание, сначала английский, потом арабский, английский и арабский, и красным здесь выделена пятница по-арабски, потому что пятница в исламе это священный день, и воскресенье по-английски, выделено, ну уже собственно по традиции, как день окончания недели, а против часовой стрелки меняем число, но не забывайте после настройки обязательно закрыть головку, чтобы, да, тут почему-то дата немножко кривовато стоит, чтобы вода не попала внутрь, хотя уровень водонепроницаемости здесь 5 атмосфер, обычно в 3 звезды идет 3 атмосферы, здесь 5, это указано на задней крышке, задняя крышка матовая, здесь информация о модели, made in Japan, конечно, и информация о материале корпуса, красота, светло-зеленый накопитель, обильно нанесен и на индекс, и на стрелке, прекрасная читаемость, невероятно, а вот так модель выглядит на запястье, дополнительные фотографии, как всегда закину в свой инстаграм, габариты небольшие, 46,5, высота по краям ушек, диаметр 39 миллиметров, смотрите на мое запястье в 17 сантиметров, прекрасно сидят, отличный вариант, толщина 10,5, не толстые часы, но вот браслет, я думаю, все-таки немножко здесь подкачал, хотелось бы получить на такой классный корпус, на такие классные часы браслет цельный, но здесь вот он, как видите, штампованный, полированное и сатинированное звенья комбинируются, 5 звеньев в ширину, ширина браслета 20 миллиметров, на запястье до 20 сантиметров, очень маленькая застежка, посмотрите, небольшая совсем, с кнопочками, застежка тоже штампованная и общий вес часов 112 граммов. Прекрасная модель, супер универсальная, она, конечно, классическая, но я думаю, что она подойдет вообще под многие стили одежды, даже под спортивный стиль, за счет каких-то своих агрессивных форм на ушках, за счет цветов, красный, зеленый, плюс, конечно, и костюмы, я думаю, тут можно сочетать, но, естественно, каждодневный стиль, это, я думаю, самое главное применение, отличная читаемость циферблата, как дневное, так и в темное время суток и, конечно, календарь. Интересная у нас сегодня модель была, к сожалению, на российском рынке я не нашел, но напоминаю, что был у меня обзор на похожую, синим циферблатом, ее вроде как еще можно найти на российском рынке, а данный же вариант примечателен, конечно, тем, что это Made in Japan, японское качество, хотя мы убедились с вами, что все-таки не во всем, дата немножко тут хромает, чуть-чуть ниже расположена, но, тем не менее, 5 атмосфер, что выше стандартной водонепроницаемости трех звезд, цветонакопитель яркий, сочный, красочный, да и, собственно, сам механизм с календарем, с автоподзаводом, надежный, хороший, японский. Что касается браслета, то, наверное, хотелось бы видеть тут цельный. У меня сложилось впечатление, что сам корпус, сама модель, вот эта ее часть и браслет, как будто бы из разных лиг, то есть вот эта лига пониже, эта лига повыше. Не скажу, что браслет плохого качества, в целом добротный, но в сочетании с цельным браслетом эта модель выглядела бы намного эффектнее. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно, поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все, всем пока!